не завещает того, что касается собственности школы. То есть там никакого намека на то, что он кому-то что-то завещает, кем-то быть, даже нет. Да, любопытно. Спасибо. Не смогу вас попросить немножечко? А, да, спасибо. Да, здесь, по-моему, мы остановились, да? Начнете, может быть, Ксения? Да, давайте. Давайте сначала тогда я первое переведу. Да, когда кто-то говорил, что, как ему кажется, скудны, наверное, словечки философов, Зенон сказал, что ты говоришь правду, однако нужно, чтобы и сюлабе, наверное, тут сочетание слов, какие-то, ну, нужно, чтобы и выражения их, если это возможно, были краткие. Просто сюлабе, насколько я понимаю, это как сюлабо латинское, это можно понимать как слог, вот, но мне кажется, здесь слог не очень имеет смысла. Мне кажется, что вполне важно понимать как слог, это такое преувеличение, что я бы и слоги им сократил. Ну да, я тоже изначально прочел как слоги, может быть, что... Я, видимо, просто плохо понимаю эту шутку тогда в таком случае. А это я тоже до конца не понимаю, типа, может быть, чтобы они, чтобы слоги, которыми они выражаются, только краткими были и не было длинных? Нет, мне кажется, что просто имеется в виду, что, ну, это такое до абсурда преувеличение, что тот, ну, во-первых, наверное, мне кажется, что может быть, здесь, конечно, говорится, что микрологария, но, может быть, подразумевается порог микрологии, то есть пристрастие к мелочности, к пустякам, то есть, может быть, он имеет в виду не буквально, то есть не может быть даже, а, наверное, он имеет в виду не буквально, что у них коротенькие речи, он имеет в виду, что они пустяковые и мелочные и со всякими там... как это называется... В общем, цепляются по мелочам ко всяким предметам. Тот как бы берет микра и обращает его в смысле, что краткий и говорит, что значит, что они длинные. Он понимает его в том смысле, что они слишком длинные, поскольку мы выше читали, что у Зенона пристрастие было к тому, чтобы выражаться скудно и кратко. Он говорит, что они еще недостаточно короткие, и надо бы их сделать вообще максимально короткими, вплоть до того, что еще и слоги сократить. Ну да, это хорошая, по-моему, трактовка. Да, это все встроено в какой-то большой вот этот вот контекст, а не многоречивости Зенона, и там ниже будут еще какие-то параллели тоже с микро... Да, прощать можно. Когда кто-то говорил ему о Полимоне, что он одно, не знаю, как, выдвигает на обсуждение, а другое потом обсуждает что-то в эти этапы, насколько я понимаю. Да, мне кажется, да. Зенон помрачнев сказал, как, выходит, ты не оценил то, что дают? Ну, или как-то... Да, довольно загадочный вот этот анекдот, признаться я его смыслу. Ну, то, что он дает, наверное, это то, что он в итоге говорит. Это в любом случае ценно, даже если он обещал что-то другое рассказать. Ну, я не уверен, на самом деле, то, что дидомины это синонимичный легий, потому что, мне кажется, семантически больше похоже на протхеминус, наоборот, да, протитхеми предлагать, дидоми давать. В LSJ та дидомина, они предлагают переводить как за awkward things, предложенные вещи. Ну, и, соответственно, вот он как бы одну предлагает, хотя протитхеми как... Я почему-то, когда читал сначала, подумал, нет ли здесь какой-то... В русских словарях по протитхеми предлагают вариант перевода предпочитать. И почему-то я начал думать о этом стоическом делении предпочитаемое, непредпочитаемое. Наверное, оно сюда не подходит. Одно предпочитает, а другое говорит. Одни вещи предпочитает в жизни, в смысле, а другие говорит о другом. Одно на делах, а другое на словах. Не знаю, как это так. Но, наверное, это... Как в таком случае дидомина, вы понимаете? Вот эту вот реплику последнюю, разве ты не эгопаста дидомина, я вообще... Ну, я не понял. Я не уверен. Я... Да. Да, мне кажется, что разумнее все-таки, как Ксения предложила. То есть, он предлагает в качестве предмета своего рассуждения. То есть, я представляю себе такую ситуацию, когда человек приходит и говорит, я буду говорить об этом. Или там, сегодня говорим об этом. А говорит о чем-то другом. Или, может быть, быстро сбивается на что-то другое. Да, если кто-то из вас, наверняка все из нас, имеют опыт слушать лекторов, и у всех бывали такие лекторы, которые начинают говорить о чем-то, а потом лекция совершенно не о том выходит. Ну и да, мне кажется, что я бы тоже скорее отрелистил Дедомена с тем, что в итоге говорится. То есть, здесь, видимо, это какой-то упрек в неблагодарности, типа того, что тебе что-то хорошее рассказали, а ты недоволен тем, что тебе рассказали не что-то другое хорошее. А помрачнел он, потому что Зенон любит Палимона как одного из своих учителей, да, и как бы не оценил, не оценил то, что собеседник не оценил Палимона. Видимо, да, или, видимо, просто потому, что Зенон мрачный, я не знаю. Все анекдоты, которые про Зенона, они показывают его как черчайно мрачного и желчного человека. Ну да, да, согласен. Да, Артем, правда, продумывается. Ну тут, кстати говоря, я так понимаю, какая-то масса разночтений, потому что я заглянул в Хиггса, и Хиггс вообще по-другому конструирует это место. Он говорит не пос у, он говорит пос у и добавляет после эго-пас ан. И это получается очень странно. Мне кажется, что вот то, что получается у Даранди, это все-таки лучше. То есть у него получается типа ну и почем ты бы оценил вот то, что тебе дали? То есть как бы это еще более странно, чем то, чем альтернативное чтение. То есть какая-то цена вдруг появляется, почему-то вдруг нужно так сказать приписать рыночную стоимость потому что ты послушал. Нет, перевод Хиггса я еще меньше понимаю, чем оригинал, честно говоря. what value would you have set upon what was given out? Как-то смысл совсем теряется. Разве ты не оценил Дан, да, то, что тебе сказали? Как бы недоуменная такая реплика, как Ксения перевела по-моему лучше, чем Хиггсовский вариант. Ну и правки. Да, мне тоже кажется, мне тоже кажется, что так, но здесь надо вообще отметить, что мы как-то вступаем в места, где что-то очень много разночтений. Да, да, я тоже заметил. И они вот, вот это вот, например, тоже меня очень смущает. То тонус, в следующем. Но причем это конъюнктура, да, в рукописях посум. Да, причем в рукописи, я так понимаю, у нас не очень много, а разночтений, это много, и это довольно интересно. Ну, ладно, давайте действительно продолжим. Где-то там это все. Дэйн. Дэйнде эфе. Тон сюнно діалігоменон госпертур туз ёпокрітас тэн мен фонэнкай, тэн дюнамін мегалэн эхэйн. То мен тось тома мэді элкэйн. гопоэйн туз поламэн лалунтас аддюна тадэ. Так. Он говорил, что тем, кто рассуждает с умом, или тем, кто, наверное, даже не рассуждает, а ведет, так сказать, спор, ведет дискуссию, ведет беседу. то есть с кем-то, наверное, имеется в виду публично дискутирует, диспутирует. Так вот, тем, кто это делает, нужно обладать большим, ну, в смысле, громким голосом и большой силой. Или, может быть, просто, надо сказать, обладать голосом и большой силой. Потому что все-таки Мигалэн, наверное, только к дюнаме относятся. подобно актерам. То есть таким же, наверное, голосом и силой, как у актеров. Но в то же время не буквально разевать рот. То есть, видимо, не слишком много болтать. Гопоэйнтус полямэн лалунтус аддюна та адэ. Что делают? А это делают? То есть, видимо, разевают рот, слишком много болтают. Гопоэйнтус... Нет, как это тогда? Мне кажется, я понимала, как разевать рот, раскрываясь слишком широко, буквально. То есть, когда ты много говоришь, ты не можешь много говорить, очень сильно раскрывая рот. Вот так я это понимала. Что невозможно это тем, кто много говорит, так делать. В целом, невозможно. Но когда какие-то длинные, видимо, речи подсуеваются. Да. Что невозможно, го аддюната дэ делать тем, кто слишком много... Нет. Паламэн лалунтас аддюната дэ. Здесь все-таки мен дэ. Здесь мен дэ, здесь какое-то другое противопоставление. Мне кажется, там невозможно что-то плохое. Там же у аддюнатас есть какое-то немощное что-то такое, слабое. Да. То есть, они с одной стороны много говорят. туз полямэн лалунтас аддюната дэ. То есть, они говорят поля аддюната дэ. Полямэн аддюната дэ. То есть, те, кто болтают много, но бестолково. Бессильно. Негодно как-то. А го поэйн вот тогда как... Ну, го, это, видимо, все-таки относится к тому, что только что было. с Тома Ди Элькойн. А как же тогда помнять инфинитив? Может быть, это продолжение вот этого Кузатиловского инфинитива, где он говорит эфа. Который Дейнам задается? Нет, который задается эфа. 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 Да, наверное, так это единственное можно понять, что он говорит, что так делают, те, кто много, кто болтает много, но бестолково. Я, кстати, не поняла, почему Мегалан не может относиться к Тен Мэн Фонэн. Просто я Мегалан как раз понимала Фонэн как сильный какой-то громкий голос, а Дюнамин, наверное, либо какие-то дополнительные ораторские возможности, не знаю, знание риторики, какие-то умения, либо умение убеждать. Но я не уверена, если что-то. Наверное, ну, не знаю, наверное, вообще можно отнести это и к тому, и к другому, чисто грамматически, но кажется, все-таки, наверное, ну, наверное, действительно у актеров тоже бывают большие ораторские способности. Да, да, наверное, действительно и к тому и к другому это вполне можно отнести. Ну, по крайней мере, хочется отнести, да, к каким-то сильным голосам, а что под Дюнам воспринимать, ну, да, не очень понимаю. Меня несколько смущает вот здесь вот это вот мен солитариум, где ten men for men. Да, вот это вот тоже. Хочется D, но, наверное, просто мен замещает D. Я даже не знаю, как бы, надо посмотреть, бывает ли так, что-то мне в голову сейчас так сразу не приходит. Ну, то есть, по смыслу так. Да, интересно. Что ж, тогда, да, Да, ну, что касается Сюн, но, Сюн, насколько я посмотрел, здесь не обязательно, то есть, кажется, просто но употребляется и без Сюн в этом смысле, с умом. Ну, правда, оно в архаическом, в архаическом каких-то текстах употребляется так, в основном, если я правильно понял. Но, вроде бы, можно так его употребить и без Сюн. Ну, да, Сюно Маркович вот добавил, да, а в рукописи Б то тонус, то есть, тонус, то есть, с напряжением каким-то, рукописной, с усилием каким-то. С усилием. Рассуждающим с усилием. Тонус, кстати, тоже стоический, житерный, технический, но тут он по контексту не очень подходит. Он к физике больше относится, чем к каким-то риторическим навыкам. Ну, хотя рассуждающим с умом, как-то умно, умно ведущему речи. Ну, мне кажется, просто имеется в виду, опять же, что не бестолково. То есть, тем, кто хочет как следует рассуждать или как следует вести дискуссию, ему нужно иметь, значит, и голос иметь и какой-то дюнамин, действительно, мы можем понимать это либо как физическую силу, но тогда не очень понятно, в чем отличие от голоса, либо вот как Ксения, то есть, талант какой-то или даже не талант, а какое-то искусство, то есть, умение какое-то. Хотя, кажется, что здесь, наверное, все-таки зерно, которое здесь есть, оно, наверное, скорее должно быть в противопоставлении как раз как бы технического аспекта, физическому аспекту, потому что кажется, что разумно читать это предписание как предписание людям, которые, с одной стороны, умеют рассуждать, вот они думают, что для того, чтобы рассуждать, нужно только уметь рассуждать, то есть, для того, чтобы спорить с кем-то, надо только быть умным и уметь вести речь, а надо не только это, но еще и, значит, такие вещи, на которые они могли не обратить внимание, как луженая глотка и, значит, большое терпение, выдержка, чтобы когда-то там будешь шесть часов с ним на ногах спорить, не околеть. Вот. И тогда Дюнамин, наверное, все-таки можно было бы понимать как буквально физическую силу. Да, не до конца, честно говоря, я понимаю, талант тут имеется в виду или физическая сила. Следующая реплика, она вот, мне кажется, как-то связана и будто бы, исходя из нее, предполагается скорее талант какой-то, потому что тут какое-то вот сравнение с хорошими ремесленниками. Следующую реплику, я понял, еще меньше. Давайте попробуем. Да, я, кстати, пробую прочесть. Кстати, вот это вот мэн, оно в одной из рукописей отсутствует. А мэн, которая в Ten Man for N, да? Да, Ten Man for N, вот в рукописи. Ну, кто-то тоже подумал, что нет, Дэн надо выкинуть, наверное. Наверное, так. Действительно, составленный мэн это дефициллер, поэтому вероятнее, что оно здесь было. А вот еще Апельд меняет Адюмонта на Асюната. Я даже не знаю, что это такое. А что меняет еще раз? Апельд меняет Асюната. Я тоже не знаю, что это такое не приходит. Асюната. Безрассудные, неразумные или непонятные. А, ну непонятные, кстати говоря, это здесь может подойти, да. Что они что они рассуждают много, но непонятно. Много, но непонятно болтают. Да. Ааа. Ааауна, кстати, я тоже не понимаю, как это могло появиться, но бессодержательный, пустой Ааунас. Это Арнем предлагает, да? Угу. Да, прикольно. На смысле, то, что это совершенно не похоже на Адюмонта, никак не понаписали, и взять и предложить. то, что кто-то имеет смелость такие конъюнктуры делать, меня всегда удивляло. Ну, это, мне кажется, это филология конца 19 века, вот она там была такая смелость, гранища с наглостью. Вот. Сейчас я не думаю, что так кто-то сделал. Да, да. Ладно, я попробую прочитать следующего. То есть эолегуменус ук эфедейн каталейпист хэй топан госперт то есть агатхойст техни то есть эйсто тхасыст хэй тун антиун де тон акул анта гутапрос то есть легаменус гинэст хэй гостэме ламбаны инфороном эйстэн эписэмэйюсин. Зенон говорил, что что для рассуждающих хорошо что рассуждающим хорошо не должно оставлять место подобно хорошим ремесленникам эйс я тут понял как целевое не должно оставлять место для созерцания вот кстати я поняла техното не как от технитос а как от технотос то есть что-то собственное то есть какие-то хорошие добротные изделия у меня почему-то получилось что они покидают место как не знаю их условно передают из руки в руки чтобы их смотрели не знаю поворачивают одной стороной другой у доранди действительно технотос мне тоже хотелось заменить на технитос и более того я так понимаю что кто-то заменяет технитос я по-моему смотрел того же Хиггса он заменяет технитос я даже не обратил на это внимание вот но то что предлагает Ксения действительно разумно по-своему я не смог например приладить здесь технотос поэтому я мысленно поменял на технитос и читал так но если действительно какие-то изделия которые которые рассматривают которые нуждаются в том чтобы их рассматривали ну да наверное изделия скорее нуждаются в том чтобы их рассматривали чем ремесленники нуждаются в том чтобы их рассматривали а как а каталейпу как вы перевели к Синию она собственно так же как и вы чтобы они да останавливались на месте, не покидали его места. Не покидали место? Ну да, так же, как и вы, собственно, да. Да, ну что ж, значит, хорошо рассуждающие должны как-то, должны не оставлять места для совершения подобного, то есть, и напротив, здесь я оставляю Дэйн, и напротив, слушающий должен стать, должен находиться по отношению к говорящим. Таким образом, чтобы ламбаны им тут хочется перевести, ну, как эхо просто, чтобы не иметь времени, да, чтобы не иметь времени для каких-то заметок, записей каких-то. Ну, и я в целом согласна, да, только у меня вот Руто, просто с Лигом Энергии на сцене, я как-то перевела, как так поглощен теме, кто говорит, что, ну да, как раз он не, наверное, как-то даже не выделит время для того, чтобы сделать какие-то замечания, заметки, записи. Ну да, я просто совсем дословно перевел, ну, конечно, если более литературно переводить, тогда ваш вариант лучше, так поглощен, так сосредоточен на говорящих, меня смущает такое употребление ламбаны, я пытаюсь найти в словаре какое-нибудь значение, которое можно прямо сюда, то есть буквально-то понятно, что значит ламбаны, то есть так, чтобы... Да, меня тоже смутило, и я не нашел ничего подходящего, поэтому я не знаю, как более уместно, может быть, это ламбаны и хроны, может быть, это устойчивое какое-то выражение? Вот, кстати, я его какого-то выражения не нашла даже, потому что я плохо искала. Давайте посмотрим, черт его знает. Получать, в принципе, не получал времени, потому что такое более пассивное значение, не то, что он хватает сам это время, так захвачен говорящим, что не получает времени, а от говорящих как бы, не получает времени на записи. Ну да, буквально можно было бы, чтобы не хватало времени, но все-таки время хватает или не хватает безлично, там должен он ламбаны им или не ламбаны им, мы ламбаны им. Ну да, достигать, может быть, доходить, то есть ему вот он не дотягивается до времени, не достигает, ему не достает времени. Чтобы у него не доставало времени. Да, и... Все-таки вот это вот каталейпестайтупен, я не совсем понимаю, что это значит. То есть... Ну, может быть, не оставлять место, собственно, для записок, да? Мы так захвачены рассуждающим философом, то, что у нас не остается времени для записей, потому что все наше внимание поглощено речью. То есть, если я правильно понимаю, между каталейпу и каталейпу моей разницы нету. То есть это употребляется и отложительно, и неотложительно. Это одно и то же. То есть здесь в таком случае каталейпистой можно понимать просто в активном значении в том же, каком мы понимаем каталейпу. То, что это здесь медиапассивная форма, ничего не значит. Значит, он тогда, значит, должен не оставлять место или не покидать место. Мне кажется, все-таки оставлять больше подходит здесь. Я думал, знаете, о том, что, может быть, топос здесь имеется в техническом значении. То есть я просто, честно говоря, не вспомню на вскидку, чтобы вот то, что у нас в русском языке там остается место, не остается место, оставлять место, не оставлять место, что вот топос в этом смысле чтобы употреблялось. Может быть, это как бы следствие того, что я недостаточно насчитан, но кажется, что топос – это как бы буквально пространство обычное, а не как бы метафорическое место. Но в этом я не уверен. И поэтому я сначала, когда я прочел, хотя я сейчас не поручусь за то, что это правильно, подумал о топосе как о техническом термине, то есть о, собственно говоря, риторическом термине. То есть он не должен оставлять место, то есть тему оставлять. Не должен, вот он о чем-то говорит, и он не должен, так сказать, отвлекаться от этого. То есть он не должен останавливаться, когда вот он рассуждает на какой-то топос, он не должен его покидать и делать, видимо, паузу, имеется в виду. Переключаясь как бы на созерцание? Нет, не переключаясь на созерцание, а я для себя думал об этом таким образом, что он не должен делать паузу, хотя вот католейпистый топон в этом смысле трудно, наверное, в этом смысле понять. Но я думал о том, что он не должен делать паузу, ну, условно говоря, чтобы прозвучали аплодисменты. Да, то есть вот подобно тому, как ему не нужно, чтобы им любовались, чтобы как какой-то вещью или как эстотеасостой. Я подумал о том, нельзя ли тотеасостой понимать как, собственно говоря, зрелище, то есть буквально представление. Я прочитал не «Технетос», а «Технетос». И я подумал, что вроде как актеры на представлении, когда они какую-то прекрасную реплику сказали, и они ждут, пока зал впитает это в себя. Делают паузу и потом продолжают. И что рассуждающий не должен так делать, он должен, значит, не должен красоваться, он должен рассуждать, 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 так, чтобы все были захвачены. Но вот что-то не клеится у меня, я сейчас так понимаю. Действительно эстотеасостой разумнее, наверное, понимать, как для того, чтобы для того, чтобы любовались, для того, чтобы для того, чтобы его рассматривали, для того, чтобы... Я, честно говоря, исправление Доранди на «Технетос» нравится меньше, чем рукописное чтение. А «Технетос» то есть это конъюнктура его получается? Это конъюнктура касселя, некое эго. А может быть, посмотрим, конечно, это очень не техпеливо, наверное, но может быть, посмотрим какие-нибудь переводы. Просто мне интересно, как другие люди это все связали, в стиле. Ну, это мы можем сделать «Технетос» «Технетос» he said «Unlike the works of good craftsmen» то есть он «Технетос» читает. Да, он «Технетос» очевидно читает. А с другой стороны «Works of good craftsmen». Это может быть… Да, да, да. У него же греческие есть, посмотрите в греческие. «Технетос». 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 Но при этом «воркс». «Технетос». Хорошо, ладно. Ну, «Тойс», «агатос». Ну, это… Хорошо. «Тойс», «агатос», «технетос». Должно быть тогда «Тойс», «агатос», «технетос». «Тон». Не знаю. Чтобы это были «воркс». Ну, хорошо. «Works of good craftsmen». «Should not need no pause for the contemplation of their excellences». Ну, значит, «their excellences» он добавляет. По смыслу явно. «Hershers resort in the discourse itself have no leisure even to take notes». Ну, это понятно. «Telling periods» я, честно говоря, даже не знаю, что это по-английски. Я вот тоже, да, споткнулся об этом. «To tell period». Ну, «period» – это вообще какие-то абзац, как бы, да? «Period». Ну, да. Давайте посмотрим. Не могу найти я ничего про «Talent period». Бог его знает, что это значит. Видимо, какое-то техническое значение у этого должно быть. Ну, вот я как-то… Спасибо. О, я нашел «Сталеровский перевод». Ну, и что там? Я уже вижу то, что он довольно литературный. «Тем, говорил он, кто обладает красноречием» – это «eoligomenes», да? «Не следует отходить в сторону, чтобы подобно искусственным ремесленникам полюбоваться делом рук своих». Напротив, говорящий должен так увлечь слушателей, чтобы у того не нашлось времени. В общем, я вижу то, что это место, оно у всех вызывает проблемы. Ну, мне очень нравится этот вариант, кстати. Нравится? Да, мне нравится этот вариант. То есть, отходить в сторону «каталейпистой топом». А отходу не взялось сейчас, можно это посмотреть? Ну, не знаю. Мне кажется, это… То есть, не должно быть такого, что они сами свои речи задумываются, останавливаются, думают, «Ой, как хорошо было сказано» или еще там что-то где этого. – То есть, делом рук своих он добавляет, да? – Ну, да, да, да. Есть тут «иасовцы», чтобы полюбоваться. – Ну, да, то есть, ремесленники отходят, да, чтобы полюбоваться тем, чем они занимаются. – Ну, тут сейчас… Надо посмотреть вообще вот это вот сочетание «каталейпистой топом». Встречается ли оно где-то еще как-то? – Да, интересно. А давайте посмотрим тогда уж перевод, на который Столяров ориентировался. Не перевод, вернее, а текст. Так, давайте я открою пока Гаспарова. У Гаспарова… Где-то у меня тут он был недалеко. Кто умеет хорошо говорить, утверждал он, тот не будет давать слушателю передышку. То есть, вот он «каталейпистой топом» – это давать слушателю передышку почему-то, чтобы полюбоваться, словно хороший ремесленник. Хорошо, то есть, вот мы видим, что «каталейпистой топом» не только у нас вызывает затруднения. Наоборот, слушателю не будет давать слушателю передышку, чтобы полюбоваться, словно хороший ремесленник. У Гаспарова, конечно, совсем непонятно получается, кто чем любуется. То ли он имеет в виду, что слушателем говорящий любуется, то ли у Столярова все-таки понятнее, у Столярова все-таки разумнее, что говорящий отходит и любуется тем, что он сказал, как ремесленник любуется своим произведениям. Угу. «Каталейпистой топом госпертвой сагатвой стих нитэйс, эйс тут и асастэй». Ну да. «Приорым партам гуюс дикти, корруптам эсэ, михи перзуазм эст». Да, возможно, то есть эллинхоменэйс, менэс. А, вот это вот, на мой взгляд, испорчено. Да, это потому что его смущает не то, что нас, а эллинхоменэйс. Я даже не заметил такие вещи. Да, да. А, может быть, он просто имеет в виду полиографически чисто. То есть он, может быть, это примечание не по смыслу, а он дает отчет о том, что... А, да. ...которую он и изучал, что, может быть, это испорчено, вот там место непонятно. Может быть, там на самом деле написано эллинхоменэйс. Хотя эллинхоменэйс, конечно, по смыслу совершенно, кажется, нехорошо. Ну, да, согласен. Да, значит, итоговая рекомендация для хорошо рассуждающих. Даже я не знаю, к какому заключению прийти. Как-то не отвлекаться на созерцание. Непонятно, опять же, созерцание чего. Его уподобление кому тоже не до конца понятно. Но если в целом совсем, да, long story short, то рекомендация рассуждающим не отвлекаться, а наоборот занимать внимание слушателя так, чтобы у того не осталось времени на записи, да. Ага, подождите, а если действительно эллинхоменэйс… Это же тогда совсем все по-другому может быть. Эллинхоменэйс. Если это действительно было бы эллинхоменэйс, то здесь тогда может просто нарисоваться другая ситуация. Тогда мы буквально берем топос в техническом значении, но даже не риторическом, а диалектическом, потому что эллинхос – это диалектическая процедура. И здесь тоже идет тогда речь, если можно так это понять, о диалектическом споре. То есть у нас здесь есть спорящий, тот, кто спорит. То есть эллинхоменэйс. И им не следует оставлять место, а, собственно говоря, место – это то, по поводу чего ведется спор. Или даже не по поводу чего ведется спор, а это аргумент, с помощью которого ведется спор. Это топос аристотельской топики. Им не следует на него отвлекаться для того, чтобы тогда теасостой, для созерцаний, ну, видимо, имеется в виду для того, чтобы какие-то дополнительные красивости привести. То есть помимо аргументативной, логической формы, которая ему необходима для того, чтобы аргумент работал, им не нужно оставлять вот это вот место, отвлекаться от него и какие-то иллюстрации приводить, какие-то риторические ухищрения задабривать. Как это делают хорошие тогда технитайс-ремесленники? Простите, да, что перебью, у меня просто возникла мысль, а может быть, здесь есть противопоставление вот этого как бы дискурса разворачивания аргументации и триасостой, как когда, например, скажем так, получение какой-то информации, то какой может быть аргумент происходит не в рамках дискурса, а вот что-то пришло на ум. Или, например, когда ремесленник смотрит на свое изделие, он думает, а, ну вот здесь что-то можно добавить, но он не последовательно рассуждает, а ему что-то внезапно в созерцании приходит на ум, у него есть какой-то, не знаю, образ, например. Ага, ну да, или может быть тогда, но это если бы не было второго, вот если бы не было потом Тенантиан, Детон и так далее, тогда действительно это могло быть противопоставление, что вот ты рассуждаешь, рассуждая о том, как бы, что у тебя отхенд, и не начинай погружаться в размышления, как бы в общее созерцание, если тебе вдруг что-то пришло в голову, не отвлекайся на спекуляции. Делай то, что тебе нужно делать вот прямо сейчас. Но это тогда плохо стыкуется с остатком предложения. А если мы предполагаем, что это противопоставление, значит, непосредственного развития аргумента против того, чтобы приукрашивать этот аргумент, да, и тогда это неплохо стыкуется с последующей частью, потому что у слушающего, и в данном случае тогда это слушающий, не тот, который слушатель риторической речи или какой-нибудь речи, а это твой, то, что называется у Аристотеля апокриномэнус, то есть это отвечающий, то есть вторая сторона диалектической беседы. Вот. У него не должно оставаться времени на то, чтобы делать заметки, и тогда это тоже хорошо, потому что именно это, как бы, это тоже хорошее прочтение, потому что мне казалось очень странным, а почему у слушателя, который поглощен твоей речью, не должно оставаться времени на то, чтобы делать заметки. Вроде бы хорошо, что он делает заметки, если он так тебя внимательно слушает. Если мы понимаем это в диалектическом контексте, это тоже очень здорово, потому что противнику, с которым ты споришь, нельзя давать времени слишком много подумать. Если он слишком много подумает, он может, значит, обнаружить какой-то контраргумент к твоему аргументу, а уж тем более, если он сделает заметки. И, значит, тогда ты плохо с ним рассуждаешь, потому что ты даешь ему преимущество. Да, очень остроумное прочтение, да, Ксения, что ты хотела сказать? Да, я просто не понимаю, почему ТА состоит, тогда нельзя понимать как в плане созерцания, а не какого-то украшательства, потому что... Да, наверное, это тоже можно, да. Тогда ты тоже отвлекаешься. Да, отвлекаешься. Но очень остроумное прочтение, оно мне очень понравилось. Но вот единственное, что мне кажется, что сам контекст того, что мы читаем на этой странице, чуть выше и чуть ниже, он говорит все-таки скорее о ситуации какой-то риторической речи, когда философ наступает перед какими-то слушателями, а не спорящим с ним, да, участником какого-то этого Эленхуса. Ну, с другой стороны, в непосредственном предшествующем предложении буквально сказано «сю нон де ле гоменом». Ну да, да, тоже верно. Да, мы как бы просто изначально читали это как, не знаю, как люди, которые просто читают речь, а не как спорящие, наверное, поэтому. А Туз Риппокритас, наверное, ну, собственно, диалог какой-то может подразумеваться между актерами, спорами. Может быть, действительно. Мне даже стало интересно, нужно посмотреть рукописи, что там Арнима так засмущало, что он предложил Эленху Менойс. Да. Ну что ж, почитаем еще. Артем, вы еще с нами? Я сейчас уже должен буду уйти, к сожалению. Да, так. Ну да, это не про цитами, это про Тейна. Вообще-то, про Тейвинос тоже можно, строго говоря, понимать как тезис, который предлагается в начале беседы, для того, чтобы его обсуждать. Но здесь с Полимоном и с контекстом общего темы этой истории это намного менее правдоподобно, конечно. Да, ладно, друзья, я должен буду сейчас отключиться, у меня начинается другое собрание. Да, спасибо большое. Спасибо большое вам. Да, вам спасибо, всего доброго. Да, до встречи. Да, ну мы, Ксения, тоже можем либо закончить, либо почитать еще минут 20, как вы смотрите. Давайте немного еще почитаем. Давайте, да. Продолжите? Да, давайте. Когда юноша много говорил, Зенон, ну, много, наверное, болтал. Зенон сказал, твои уши как-то влились в язык. Ну да. Перетекли, не знаю, но как-то, насколько понимаю, словно реки, которые одновременно куда-то впадают. Ну да, как-то стеклянный язык, да. Да, да. Это как-то. Про стон колон и понта, Обращаясь к какому-то говорившему красавцу, ну, красавцу какому-то говорившему, что, или когда он говорил, я вот просто тон, 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 сначала понимала тон колон и понта, тон и понта как субстантивированный, но, возможно, тут просто тон колон, а и понта уже партикипиум кондюр. Какому-то симпатяги, когда он говорил, что ему, как ему кажется, мудрец не будет чего-то страстно желать, Зенон сказал ничто, ну, не знаю, как, не уверена, что так можно понимать генетив, но у меня вот как-то сложилось, что для нас ничто не может быть мучительнее, тягостнее, А, для вас. Для вас, да. Для вас, наверное. А для вас ничто не может быть мучительнее, тягостнее, не будет, точнее, не будет, чем какие-то, ну, либо красивые предметы, либо красивые люди, ну, красивые юноши, что это средний род мужской, ну, да, меня вот это вот предложение юмон от флёдров, у нас хейтон колон тоже смущает, а юмон, как вы поняли функцию падежа? Ну, как, на самом деле, генетивус посисирус, наверное. Да. Вот я изначально, когда прощёл, я прощёл как бы юмон тон колон, как если бы это атрибутивное было выражение, то есть ничего не будет, да, и будто бы при отхлёдрован хочется это прочесть как компартионис, но оно не считается таким образом, да, ничего не будет более отхлёдрован, отхлёдрован какого-то вот отхлёст, я забыл, как он, я помню. Это может быть как жалкий, жалкий, да, несчастный, да, так и мучительный. Ничего не будет более мучительного. Хочется сказать, да, для вас, для вас как бы красавцев каких-то, да, для вас красавцев не будет ничего более мучительного. Я просто поняла, что как раз тон колон, это компартионис, да. И я совершенно не поняла будущее время, зачем он здесь. Но это будущее, оно продолжение вот этого будущего, а другое дело, это же будущее, раз тхэсэстхэй, да, он эра моя отложительная культурами, а зачем будущее, в свою очередь, здесь, в Растхэсэстхэй? Я тоже не очень понимаю, да, ничего, да, не знаю. Можем посмотреть, что... Тут вот какие-то совсем есть уж страшные варианты. Значит, в рукописи... F после колона следует... Если мы не будем страстно желать или любить. А мне, кстати, этот вариант нравится, да? Да, да. То есть для вас красавцы... То есть мы, софой, да, не будет ничего более жалкого для вас, если мы не будем любить. И как бы он тем самым отрицает, да, то, что мудрец никогда не влюбится или не будет любить. Ну, видимо, таким образом красивые юноши, которые не очень софой при этом, не смогут иначе приобщиться, не знаю, к философии, встать на какой-то правильный путь. Может быть, это подразумевается. Ну да. Интересно, почему Доранде не включает. Но мне кажется, он... Вот эта вот рукопись какая-то ненадежная. Я не помню точно, надо посмотреть в предисловие. Но это прикольное добавление, потому что... А иначе, как мы можем понять, это значит то, что какому-то красавчику кажется, что мудрец никогда не будет любить. И Зенон ему отвечает, что нет ничего более жалкого для вас, чем нечто красивое. Это если тонкоголом считать как компартионизм. Знаете, вот может быть, это Эйма и Ремейсер с Трисоматом может быть и тут подразумевается. То есть, ему кажется, что мудрец не будет любить. И Зенон говорит, вот такая вот ситуация, ну, ничто не будет более жалким, чем это для вас красивых, ну, как симпатичных юношей. А как раз генетивус компартионизм, который здесь подразумевается, это то, что предыдущая вот какая-то реплика этого юноша как раз. Уже не так? Ну да, мне нравится такое прочтение. Да, я думаю, все-таки Юмонтон-Колонт они вместе идут. В таком случае, если мудрец никогда не будет любить, для вас не будет ничего более несчастного. Такая ситуация. интересная ситуация. Да, Впрочем, тут, да, тоже, конечно, вот это вот, ну, в смысле, что вкладывается в эрастхэсэстхэй, мне нравится ваша интерпретация, то, что, ну, тут подразумевается совместное какое-то занятие философией. Ну, это как, например, не знаю, почему-то сразу вспомнил ситуацию с Локивиадом и Сократом. Ну, да, 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 я понял, да, мне это тоже нравится, но вот насколько, я просто начал думать, насколько это в стоических контекстах такое употребление эрмой было, не знаю, вот нужно интересно посмотреть. что ж, я прочту дальше. Тоже вот тут загадочная конъюнктура. Значит, Зенон говорил, что большинство из философов являются безрассудными какими-то, немудрыми в отношении многих вещей или во многих каких-то аспектах. Ну, вот мне казалось, что если мы представляем, ну, давайте, да, перейдем потом. в отношении же каких-то вещей незначительных и случайных они являются знатоками, хорошо обученные. Вот, да, я как-то элма-трейс как такие воспринимала как понятливые, а софу, соответственно, несмешленые. Ну, наверное, да, может быть, это имеется в виду не о том, что они догадываются, о том, что они что-то знают, что-то не знают. И просто если микро пойдем представлять как пола, ну, как раз маловажные микро, а пола может быть какие-то значительные или, не знаю, глобальные какие-то вопросы. Ну, да, да, мне так нравится, да, в отношении значительных вещей они совершенно не мудры, а в отношении мелочей каких-то они такие вот хорошо понимающие. Да, и для тюхара, если не ошибаюсь, там, в ЛСД, вот, то ли к этому единственному месту приводится как раз, что это какие-то обычные вещи, тюхара. Ну, а так, наверное, просто какие-то случайные, что попадется. Вот, да, как раз третье. Да, ordinary trifles, like type of holter. Ну, видимо, то, что какие-то обыденные, которые встречаются в жизни, да. Ну, какие-то повседневные, да, Мне сначала казалось, что тюхара как случайные в плане нет какой-то систематической связи между их знаниями, то есть, да, нет какой-то, не знаю, какого-то самого главного положения, от которого отходят менее, там, не знаю, значительные, вот, нет какого-то единства, а вот просто знания как будто из разных мест понадерганы. Ну, и да, и все еще становится необычнее, если вот мы читаем, как здесь, это рукописное чтение, Амат Хейс, то есть, они мало того, что они не мудры в отношении вещей значительных, так они еще и в отношении ординарных и мелочей, они глупцы. Ужас какой. То есть, еще более оскорбительная реплика получается про большинство философов. Вот, Элмот Хейс это конъюнктура Мерика Касабиона, по-моему, древний очень филолог, кстати говоря, а рукописи поддерживают, большинство рукописей поддерживают Амат Хейс, между прочим. Да, сразу три. И... Мне кажется, вот эта конъюнктура имеет смысл, потому что у нас Мэн Дэй еще, к тому же. Ну да. Там Мэн Булат, АДэ. Да. Ну да, она мне тоже нравится. И с одной стороны Мэн Дэ, для Мэн Дэ больше подходит такое противопоставление, и с другой стороны ну какое-то совсем уж оскорбительное киническое такое, не стоическое какое-то высказывание получается, то, что уж совсем туповато большинство философов. Ну, с другой стороны даже как-то если и Мэка и Тюхара отрицаются, это уже совсем что-то непонятно, потому что, ну, Мэка и Тюхара это тоже по-своему ну такое, наверное, оскорбление. Какие-то... Они разбираются в каких-то пустяках. Вот. Без этого как-то оскорбление даже странно будет. То есть, не знаю, как сказать человеку есть столько плохих вещей, которые, ну, ты не знаешь, например. Они не знаешь. Да. Да, как-то станет звучать. Да, попробую еще одну прочесть. Кай префперето, то ту кофесиу гос ипибалумену тіностон Матхатон Мегаулофюсан Пантаксас Эйпен. Гос ук энто Мегауло то эу кеменон эя алэнто эу то мега. Да. Зенон приводил, ссылался на некий, на некое изречение кафеса. Да, наверное, изречение лучше подходит. Мне подсказал случай. Да, я тоже только что хотел сказать случай, но потом я подумал то, что смысл все-таки не в случае, а в том, что этот кафес говорит вот здесь вот так. Да, наверное, вы правы. И я вот не уверена, кафес или это кефисит, господи, кефисит или как его, какая-то народность. Не знаю, честно говоря, я не успел посмотреть. Я подумал, что это просто какой-то известный флейтист, учитывая, что у которого есть, мне кажется, это имя человека. Наверное, да. Наверное, да. Не знаю, сейчас, но я посмотрю после того, как мы закончим. Значит, на некое изречение кафеса, который, когда некий из его учеников и пи-балу-мэлу вот меня значение тут смутило. Мне кажется, тут ну как-то набрасываться в плане рьяно приниматься за что-то. Да, да, вот это хорошее. Да, значит, он рьяно принялся дуть, мегало тут. Да, вот тут как-то я помню мегафюсау, это что-то вроде мультум спирара, что-то такое в ЛСЖ там давалось, точно не помню. То есть как-то просто сильно выдувать, да? Видимо, да. Много, много или сильно, но я так понимаю, мегало тут адвербиальное, да? Да. Как-то с большой силой дуть. Он ударил его по тассу. Ударив его, он сказал, что как-то не в силе правда. Значит, то, что не в вот этой мегало, ну как если мы силы переводим, да, не в силе находится благо, а в благе сила. Йода магиста. Да. Хотя я опять же не уверен, что то мега мы должны переводить как сила. Но я не знаю, как еще, да. Но в принципе, если мы представляем себе картину, то, что это какой-то ученик сильно дует по флейту. И тут, кстати говоря, то, что речь именно про овлетов, мы можем понять из рукописного, конечно, чтения, потому что где-то здесь... А, нет, тут отхен, это кто? Афений, да? Авлейн, мега. Просто какое-то похожее выражение? В рукописях вот, да, что здесь, значит, мы имеем... В рукописях Бабалумену, судья мегала, цитируется это выражение, а в рукописях мега, причем в большей части рукописей. Мегала, получается, в большей части рукописи, да? Ой, да, нет, сейчас... Да, мегал, да, запутался, мегал, в большей части рукописи, а мега в суде, да, вот так вот. Ну, да. Да, значит, сказал то, что не в... не в силе, не в силе блага, а влага в силе. Тут меня еще смущает, почему то pluralис, то singularis, да? Немного странно это выглядит. Почему не везде мегала и не везде то мега? Ну, насколько понимаю, то мегало это тоже единственное число будет. Поэтому... да? Значит, я забыл складение... мегало, да, это плюралис, а вот мегало вроде бы. А, господи, здесь, я понял, про что вы говорите, то мегало, да, 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 Ну да, наверное, если это понимать, как он сильно надувает щеки или еще что-то, то это действительно имеет больше отношения к силе, но я как-то обобщила высказывание Кафиса, что что-то хорошо установленное, положенное не в великом, но великое в хорошем. Ну да, но я понимаю ваше сомнение, потому что я тоже не до конца понимаю, как то мега тут переводить, но если мы представляем себе ситуацию с сильно дующим, тогда будто бы про силу мы должны говорить, а не величие. Давайте еще раз, не то чтобы жульничаем, но посмотрим впервые. Кстати говоря, вот здесь он читает как Амат Хейс, Квайт Игнорунт. Вот, но мне вариант Доранди больше нравится. Значит, вот Кафисий, который, когда его на один из его учеников пытался... Даже не знаю, как это, это разве не похоть какая-то, аласт? Да, мне показалось тоже, не знаю, жадно. Жадно, да. И сказал им то, что играть хорошо не... Но это очень тут контекстуальный перевод. Означает, зависит то, что хорошая игра зависит не от шума. Хотя шумная игра может следовать за хорошую игру, может быть следствием хорошей игры. Что-то я тут, честно говоря, его перевод вообще... Это имеется в виду, наверное, что в рамках хорошей игры, ну, не знаю, форта, фортиссима, допустимо. Вот, но все время играть таким образом, это уже будет плохая игра. Да, интересно. А вот смотрите, у него здесь ссылка какая-то. Тут сложное устроенное Лёбовское издание, ссылка в английском тексте, а примещение в греческом. А, ну, тут тоже ссылка на, предположительно, Афинея, Атхен. Ну, да, а усталировок, Акакис, да, мы должны прискать, наверное, Афинея. Ну, да, то есть, суть не в том, чтобы играть как-то всегда громко, и тогда это будет хорошо. А суть в том, что, ну, играть хорошо, и иногда это, когда нужно, это будет громко. Ну, вот Столяров более буквально переводится, он Томега переводит как Сиба. Старался не в силе блага, а в благе силы, да. Практически брат. Да. А, ну, и вот ссылка на Афинея. Это хорошо сказала однажды флетистка Фиси, когда кто-то из его учеников принялся с силой играть на флете, он ударил его и произнес. А давайте посмотрим, как это сейчас 629, как-то по-гречески. А, ну да, флейта. Сейчас. Это как раз, наверное, Аулейн, да? Да, да, я вот поэтому хочу посмотреть, как там. Что-то не то открылось. А, да, это потому что 37-й, а не 629-й, я вот просто на это посмотрел. Сейчас, прошу прощения. Собственно, он был открыт. Неплохо. Кофисия с голодом. Он даже здесь называется, вот Авлет, да. Так, у меня зависло PDF из-за того, что тяжелое издание очень полноарнимы. А, да, то есть Туто Валетонтас, когда он упражнялся, видимо, в это. Я подумала, что там так. Да, да, нет, Том. Нет, по-моему, вот эта вот концовка, по-моему, она такая. Да, идентичная. Вот. Да, я сейчас не уверен, что я смогу вернуть издание до Ранди, потому что у меня PDF, Adobe у меня завис. Поэтому, вероятно, нам придется закончить сейчас. Да. Да. Я думал, мы прочтем еще одну фразу, там до конца абзаца немного совсем осталось. Ну, ладно. Хорошо. Спасибо. Да, вам спасибо. Да, всего доброго. Да, до свидания.